В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Строительство начальной школы с детским садом в жилом комплексе «Май» идет полным ходом. Учитывая, что это мой избирательный округ и это моя история, я намерен довести все это до логического завершения. Сдвинуть эвакуатор весом 41 тонна? Легко. В «Видном» установлен мировой рекорд по силовому экстриму. Не обязательно обладать какими-то супер-богатырскими размерами, просто самое главное регулярно заниматься спортом. Ученики «Видновской школы номер 7» перевоплотились в персонажей Романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. В развивающемся жилом комплексе «Май» в настоящий момент идет строительство начальной школы с детским садом, который так необходим и жителям. Ход работ проверила заместитель главы администрации Ленинского округа Ольга Домоневская. В жилом комплексе «Май» ведутся активные работы по строительству нового образовательного учреждения. Проект довольно сложный. Строителям приходится учитывать местный рельеф. Здание будет расположено на склоне. Состоит объект из двух корпусов. Называется оно «Совмещенное образовательное учреждение». В составе школы – это блок начальных классов на 200 мест и дошкольное образовательное учреждение, то есть садик тоже на 200 мест. Соответственно, два этих корпуса соединяются переходом. Территорию возводимого объекта посетила Ольга Домоневская, заместитель главы администрации муниципалитета. Ранее она занимала пост директора 11-й видновской школы. Именно туда ездили на учебу дети, проживающие в ЖК «Май». Проблема данного микрорайона известна, и Ольга Викторовна будет следить за ходом строительства. Работа уже проделана достаточно большая, но еще очень много предстоит утвердить вместе с сотрудниками школы, вместе с управлением образованием, потому что хочется, чтобы это новое учреждение образовательное отвечало всем последним требованиям федерального государственного стандарта образовательного. Сейчас на объекте ведутся активные работы. После их окончания должны пройти процессы лицензирования и передачи нового учреждения в муниципалитет. Окружной совет депутатов также мониторит ситуацию. Учитывая, что это мой избирательный округ и это моя история, я намерен довести все это до логического завершения. Благо, понимание есть и с администрацией. Сегодня как раз мы займемся вплотную проверкой на месте, как они собираются и в какие сроки достраивать, сколько на объекте находятся строителей, и историю возьмем на контроль. Новое образовательное учреждение с его инфраструктурой, стадионом и прогулочными зонами на прилегающей территории станет импульсом к развитию микрорайона. Сейчас очень мало людей здесь проживает, потому что не всегда удобно ребенка возить в школу, но когда учебное заведение откроется, естественно, все сюда переедут, прописывшатся, ну и будут наслаждаться жизнью на территории Ленского городского округа. Кроме жителей ЖК «Май», в будущую начальную школу также будут ходить дети из прилегающих деревень. Для их удобства планируется сделать дополнительную дорогу, ведущую в обход жилого комплекса. Запланированы деньги в бюджет, и сейчас уже будет объявлена конкурсная процедура, и будет построена сюда дорога, по которой будут добираться ученики, их родители, минуя вот эти вот земли тех жителей, которые здесь проживают, минуя закрытую территорию. После окончания строительства новый объект образования обещает стать одним из самых интересных проектов в Ленинском городском округе. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ В Видном установлен мировой рекорд по силовому экстриму. На территории Видновского ПТП спортсмен-излюберец Сергей Чуприна сдвинул с места автобусный эвакуатор весом 41 тонна. О подмосковном богатыре, его подготовке к рекорду и вере в себя узнаем у нашего корреспондента Юлии Погасьян. 84 килограмма 600 грамм. Совсем легкий парень у нас. Легкий, но сильный. В этом смогли убедиться свидетели мирового рекорда. Вес Сергея Чуприна играл решающую роль. Чтобы установить рекорд в силовом экстриме, он не должен был превышать 90 килограммов. Над задачей сдвинуть с места автобусный эвакуатор в 41 тонну Сергей работал несколько месяцев. Специальные тренировки, питание, всех нюансов подготовки его тренер-наставник не раскрывает. В данном случае я могу сказать, что тренируются все группы мышц с одинаковой нагрузкой. Но отдельным группам мышц уделяется особое внимание. Это те группы мышц, которые помогают срывать транспорт и идти по канату. Безусловно, спортсмены испытывают огромные отягощения и большие, скажем так, нагрузки. Мероприятие спортсмены посвятили Дню Победы, как дань памяти, великому подвигу предков и символ победы духа над силой. Ведь масса тела в силовом экстриме стоит далеко не на первом месте. Готов? Три, два, один, старш! Вот и все! Работай! Давай! Спокойно, спокойно, Сергей! Сергею Чуприне 33 года. Спортом занимается с детства. На его счету много побед, в том числе мировой рекорд по ломанию строительных болтов. Сегодня автобусный эвакуатор весом в 41 тонну Сергей сдвинул с места с первого раза. Протянул его на себе 16 метров и потратил на это всего 34 секунды. Вы знаете, если честно, я обращался к Богу, потому что я христианин. И, в принципе, это делаю я для того, чтобы людей замотивировать и некоторых увезти от плохих привычек, а перевезти на здоровый угол жизни. Поэтому я думаю, что во всем помогает Бог, если ты верующий человек. Силовой экстрим официальным видом спорта в России стал недавно, в начале 2021 года. Дисциплина тракпул, в которой Сергей Чуприна и поставил рекорд, самая популярная среди силачей. Недавно атлет федерации Денис Вовк тоже отбуксировал пояс «Ласточка». Вес более 274 тонн. И, соответственно, вес Дениса тоже не превышал 90 килограммов. То есть мы показываем всем людям, которые занимаются спортом, что не обязательно обладать какими-то супер-богатырскими размерами. Просто самое главное – регулярно заниматься спортом. И, соответственно, вам под силу станут тоже мировые рекорды. Для мирового рекорда Сергею Чуприна достаточно было сдвинуть автобусный эвакуатор на 1 сантиметр. Но он пошел дальше, провез на себе его несколько метров. Впереди у Сергея грандиозные планы. Замахнулся на вертолет. Посмотрим, что из этого получится. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Видное ТВ. Коронавирусная инфекция для многих людей не проходит без последствий. Каждый десятый переболевший отмечает изменения в своем организме после недуга. Заведующий анестезиолога реанимационным отделением Видновской районной клинической больницы Александр Плиев рассказал, что многие пациенты переносят ковид с осложнениями. В отделении реанимации поступают люди в критическом состоянии, в крайне тяжелом состоянии. Нарастающая дыхательная недостаточность, когда уже в инфекционном обычном отделении доктора, наши коллеги не могут справиться. К сожалению, да, в последнее время очень много осложнений коронавирусной инфекции. Тяжелые пневмонии, системные тромбозы, которые, к сожалению, заканчиваются летальными исходами. Очень много молодых. В последнее время появилось пациентов. Врачи ВРКБ отмечают рост числа зараженных ковид-19 среди молодежи. Также медики сообщают, что у многих молодых людей наблюдается тяжелое течение болезни. Очень много пациентов в последнее время молодых появилось, которые тяжело болеют, попадают на искусственную вентиляцию. И, к сожалению, среди погибших тоже есть молодые люди. И русские, конечно, люди пожилого возраста, 65 плюс. Александр Плеев считает, что единственная возможность снизить рост заболеваемости – это массовая вакцинация. Я сам накануне вакцинирую. Первый этап вакцинации прошел неделю назад. Принялся относительно довольно-таки коричнево. Раньше я относился к вакцинации от коронавирусной инфекции. Но теперь, видя результаты, я рекомендую вакцинировать. Напоминаем, что на территории муниципалитета пункты вакцинации работают не только на базе медицинских учреждений, но и в крупных торговых центрах. Не забудьте сделать прививку и защитить себя от ковида. Необычный урок по литературе прошел в школе номер 7. Ученики перевоплотились в героев романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» и провели импровизированный суд над Раскольниковым. На судебном заседании побывала Виктория Кашиняну. Мы находимся на судебном заседании по делу о жестоком убийстве двух женщин. Обвиняемый Родион Раскольников совершил преступление и ждет своего приговора. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Какие обстоятельства в жизни Раскольникова способствовали принятию такого решения, пока неизвестно. Сторона защиты настаивает на полном оправдании Родиона Раскольникова. Снять все обвинения с подсудимого помогает адвокат Тимофей Ануров. Согласно нашему видению убийства, Раскольников был загипнотизирован Аркадием Свидригайловым. Свидригайлов обладал куда большей физической, ментальной силой, нежели слабой больной чахоткой Родиона Раскольникова. Не стоит забывать, что участники суда – обычные ученики 10 класса. Но каждый из них на несколько часов перевоплотился в жителя Петербурга середины 19 века. Инициатор создания урока – учитель литературы Наталья Владимировна Алешина. Эта идея витала в воздухе уже достаточно давно. На самом деле, я не первооткрыватель в этой области. То, что сейчас проходит, что мы видим – это работа, как я уже говорила, двух сторон, защиты и обвинения. Я знала, что это дети, которые способны на подобный подвиг. Поэтому, конечно, я решила. Или сейчас, или никогда. Ребята проделали огромную работу при подготовке, чтобы каждый почувствовал атмосферу настоящего суда. Также ученики повысили уровень не только литературных знаний, но и разобрались в политологии, юриспруденции и, конечно, проявили навыки актерской игры. Несмотря на волнение, у учеников остались только положительные эмоции. Виктория Кышиняну, Анастасия Гончарова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.